МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Суд на стороне горожан. Подробности о судьбе долгостроя на перекрестке Московской-Курчатова. В городской художественной галерее прошла праздничная встреча, посвященная Дню Семьи, Любви и Верности. Детская художественная школа совместно с художником Антоном Климовым расписали часть бетонного забора, на которое выходит окно 91-летней бабушки. Далее расскажем обо всем подробно. Долгостроя на перекрестке улиц Московской-Курчатова пошел уже 11-й год. В 2014 году участок обнесли забором, чтобы построить магазин промышленных товаров. Возмущенные жители близлежащих домов обратились в суд. И тогда разрешение на строительство аннулировали. Позже работы все равно возобновили. Но продолжалось это недолго. Стройка снова застоприлась. Жаркие споры и недовольство вокруг объекта не прекращаются до сих пор. Больше всего ситуация обеспокоены люди, которые живут рядом с долгостроем. В прошлом году состоялись публичные слушания по заявлению застройщиков. После изменения генплана и правил землепользования и застройки, на этом участке нельзя строить магазин. Застройщики же пытались добиться того, чтобы территория все-таки получила вид разрешенного использования магазин. По их заявлению в октябре администрация провела публичное слушание, на которое пришло много горожан. Высказались негативно. Высказался негативно главный санитарный врач. И в совокупности это дало основание администрации отказать застройщикам в изменении разрешенного использования. То есть строить магазин получалось нельзя. Застройщики не согласились с этим решением и обжаловали его в арбитражном суде Нижегородской области. Процесс длился с февраля. И, наконец, арбитражный суд в иске застройщикам отказал. То есть суд еще раз подтвердил – сейчас строить там магазин нельзя. Алексей Волгин также отправлял депутатское обращение на имя министра земельно-имущественных отношений Нижегородской области Сергея Баринова с просьбой «Расторгнусь. Инвестиционное соглашение и договор аренды». Так как у застройщиков срок реализации проекта по строительству магазина истек еще 19 мая текущего года. 6 июня застройщики обратились в Совет по имущественным и земельным отношениям Нижегородской области с заявлением о продлении срока реализации инвестиционного соглашения. И вторая неприятная часть – это то, что министерство, как выяснилось, считает нецелесообразным расторжением. Они считают, что здесь нужно все это достроить. Окончательное решение будет принимать Совет по земельно-имущественным отношениям. Для этого они будут собирать всю информацию и мнение администрации и граждан, а также будут учитывать решения арбитражного суда. Канал 16 будет следить за развитием событий. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Канализационные очистные сооружения начали реконструировать с 2020 года. В реконструкцию попали все объекты третьей очереди, которая была введена в эксплуатацию в 1998 году. Строительные работы проводились в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Первый этап строительства закончили в декабре 2023 года. На таких сооружениях, как анаэробные резервуары и аэротенке, внедрены новые технологии, которые недавно стали применять в стране. Новое строительство – это новые песколовки. Были ранее круглые, горизонтальные песколовки. Сейчас песколовки прямоточные, с аэротенкой системой. Под реконструкцию попали то, что мы видим сзади меня. Это анаэробные резервуары, аэротенки. Полностью обновлены все системы технологические. Во вторичных отстойниках обновлено. Построены новые здания. Это здания доочистки. Новые здания ультрафиолетового обеззараживания. Поставлены новые оборудования на механическую очистку. И заменены все насосы в технологическом процессе, который участвует. Уходя в канализацию, вода попадает в канализационную сеть. Поступает на канализационно-насосные станции. И в напорном режиме перекачивается на канализационно-очистные сооружения. Далее вода проходит механическую очистку от групп их отбросов и песка. На следующем этапе вода проходит биологическую очистку через анаэробные резервуары. аэротенки и вторичные радиальные отстойники. Потом идет доочистка воды, которую в нашей области применяют только в Сарове. Также идет ультрафиолетовое обеззараживание. В чем особенность этого проекта? Отказ от реагентов с содержанием хлора. То есть на данный момент в речку сбраться вода без остаточного содержания хлора, чем очень хорошо для экологической экосистемы, водоема, для его развития. После обеззараживания при помощи ультрафиолета вода поступает в речку. Все химические средства и тяжелые металлы из воды очищают с помощью большого количества активного ила. На предприятии постоянно проводят технологический и экологический контроль воды на выходе. Раз в декаду идет полный хим-бак анализ, то есть химические вещества и бактериологическое загрязнение. Сейчас проходит инвентаризация стоков. Это мы готовимся к получению комплексно-экологического разрешения. То есть еще дополнительно раз в месяц эти анализы дублируются в лаборатории Нижнего Новгорода. Плюс у нас часть анализов делает Роспотребнадзор Арзамаса. То есть фактически контроль идет очень жесткий. Тем более в рамках оздоровления Волга мы контролируем этот процесс. В последние несколько дней саровчане жаловались на качество холодной воды в нескольких районах города. Горводоканал поясняет, резкое замутнение связано с тем, что на треть увеличилось потребление воды населением. Скорость воды в трубах растет и в результате взвешенные частицы со стенок труб попадают в систему водоснабжения. При этом количество стоков, поступающих на канализационные очистные сооружения, не увеличилось. И вся дополнительно подаваемая вода используется только на поливы газонов, садов, наполнении бассейнов. Также директор МУП Горводоканал отмечает, что за последние 10 лет объемы загрязнений, которые люди отправляют в канализацию, увеличились в 5-6 раз. Это те отходы, которые не предназначены для утилизации в канализационную систему и провоцируют засоры. Люди работают у нас фактически в авральном режиме, убирая это из насосов, насосных станций уже. И это мы ловим все на решетках. Объем большой. Утилизируется это на специальные полигоны в Нижегородской области. Жителям производства обязательно надо обратить внимание на то, что не надо сбрасывать туда салфетки, особенно то, что не растворяются тряпки. Все это застревает, все это мешает работе оборудования и в конечном итоге может привести к аварийной ситуации. Реконструкция очистных сооружений продолжается. Здесь будут газоочистительные установки, специальные закрытые куполы для сооружений. Полностью завершить работы планируют к концу этого года. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в мае этого года ускорилась, но оставалась ниже общероссийской и составила 8,1%. Меньше всего в округе годовая инфляция выросла в Нижегородской области и Республике Мориэл. В Мориэл сильнее, чем в большинстве регионов округа снизился годовой прирост цен на бензин. Самая низкая в Приволжье годовая инфляция – 6,6% – по-прежнему была в Республике Мордовия. Там меньше всего выросли цены на продукты питания благодаря высокой конкуренции производителей. Цены на продукты в Приволжье в мае выросли за год больше, чем в апреле. Основная причина – это увеличение расходов производителей, в том числе на сырье и оплату труда. Например, для кондитерских фабрик стали дороже какао-бобы. В странных поставщиках случился неурожай, и мировые цены на какао-бобы увеличились. В результате кондитерские изделия стали дорожать быстрее. С другой стороны, внутри страны увеличилось предложение сахара, и годовой рост цен на него замедлился. В целом, в Нижегородской области годовой рост цен на продукты в мае тоже замедлился. В частности, замедлился рост цен на плодовощную продукцию. Благодаря увеличению импортных поставок некоторые фрукты, например, апельсины, подорожали не так сильно. Цены на непродовольственные товары увеличились из-за роста затрат, которые учитывали производители. Это связано с высоким спросом внутри страны. Поэтому подорожали одежда, парфюмерия, косметика и ювелирные изделия. В сегменте услуг наиболее заметным был годовой рост цен на авиабилеты эконом-класса. Это связано с повышением спроса на путешествия по России. Чтобы снизить годовую инфляцию в стране до целевого уровня вблизи 4%, Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени. По прогнозу специалистов, в таких условиях годовая инфляция достигнет цели в 2025 году. В городской художественной галерее состоялось празднование Дня семьи, любви и верности. В торжественной обстановке наградили пары Сарова, которые прожили в браке более 25 лет. Супруги получили от руководства города и в НИЭФ медали и памятные подарки. В выставочном зале галереи собрались семьи, празднующие 30, 40, 50 и даже 60 лет совместной жизни. Гости вечера насладились творческими номерами, услышали поздравления с Днем семьи от главы города, вспомнили важные моменты своей супружеской жизни и выступили с ответными словами. Кто и в буднях может быть счастливым, тот и впрямь – счастливый человек. И поют дороги и мосты, краски леса и ветра событий. Пару Руслана Шигурова и Ирины Авакумовой объединила сцена. Они служат в Саровском драматическом театре. Супруги вместе уже больше четверти века и все это время сопровождают и поддерживают друг друга. Мы везде вместе. На работе и дома, дома и на работе. Даже нам приходилось и супружеские пары в свое время играть. Руслан прав, что у нас очень-очень много общего. Наверное, мы не были бы вместе, если бы не было бы что-то объединяющего. Для семьи Шигурова и Авакумовых в основе счастья – чувство и взаимная привязанность. Супруги ценят друг в друге доброту, талант, многогранность и умение поддержать. Он вдохновляет, он радует. Категоричная, но уступчивая. Ценит мое чувство юмора, мое чувство юмора. Всегда поправляет меня. Наверное, это все и помогает нам быть вместе. Много лет. Медаль за любовь и верность ежегодно вручается семьям России. В этом году почетную награду получили более десяти супружеских пар Сарова. Среди них ученые, инженеры, врачи, артисты и учителя. И всех их объединяет любовь, верность и забота друг о друге. Анна Разуваева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Галина и Владимир Афанасьевы родились в разных странах. Она в Германии, он в Советском Союзе, в Пензе. Но они встретились и создали семью именно в Сарове. Мы встретились в общежитии. Вот здесь на Ленина 4. Это какой год был? 74-й. Встретились в 73-м. В 74-м мы поженились. Мы живем в Сарове. В этом году семья Афанасьевых отмечает золотой семейный юбилей. 50 лет в браке. С нашим городом неразрывно связаны страницы их трудовой семейной биографии. Владимир – почетный ветеран РФАЯ Цвнеев, доктор технических наук и заслуженный изобретатель и конструктор России, лауреат государственных премий. Галина почти полвека проработала в медицине. Она впервые создала в Сарове детскую физиотерапевтическую службу. Была наставником молодых врачей и успешно обучала медперсонал. Своим трудом Галина внесла огромный вклад в развитие медицины в Сарове. 2024 год объявлен президентом России годом семьи. И на ВДНХ был зажжен всемирный огонь, частичка семейного очага сердца России. Централизованно все субъекты Российской Федерации этот огонь получили, в том числе Нижегородская область. И Нижегородская область уже во все муниципалитеты торжественно их передавала. Семья Афанасьевых получила частицу семейного очага в Дивееве на бракосочетании молодой пары. Они привезли его в Саров, чтобы передать саровским молодоженам. Это должно символизировать преемственность поколений и семейные ценности. Пусть огонь горит во всех домах и семьях, и все семьи будут счастливы, мира и добра вам. День семьи, любви и верности получил официальный статус праздника в 2008 году. Праздничную программу в парке имени Зернова открыл образцовый ансамбль русской народной песни «Забава». Неспроста, наверное, этот праздник в середине лета, когда светло, тепло, ярко, и мы все понимаем, что такие же чувства дарит нам семья. Зрители принимали участие в интерактивных и творческих площадках. На сцену были приглашены шесть царовских многодетных семей. Город Царов славен замечательными людьми и, конечно, своими семьями. Семья дает нам понимание многих простых, но очень важных истин. Это совет и напутствие отца и деда, любовь матери и бабушки, забота брата и сестры друг о друге. И мы гордимся, что в нашем городе живут такие дружные семьи с крепкими фамильными устоями, со своими семейными традициями. Со сцены звучали слова о важности крепкой семьи, но одно дело слова, а жизнь всегда сложнее. Так в чем же секрет долгой и счастливой семейной жизни? Взаимопонимание, ну и желание и возможность уступать друг другу в таких бытовых делах, а их бесконечное множество. Любовь и верность, взаимное уважение. И я считаю, что в доме всегда должно пахнуть пирогами. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Сергей и Анна познакомились в институте, но отношения у них завязались не сразу. Решительные шаги к сближению Сергей предпринял только на пятом курсе. Вечером шел с катка, увидел Анну и понял, что не должен упустить ее. После окончания вуза молодые люди поженились, и теперь они вместе работают в Ивнеев. В семье Степушкиных четыре ребенка, три мальчика и одна девочка. Союзу Анны и Сергея уже 13 лет. Девочку мы ждали долго, 13 лет. Ей почти годик. Первому на старшему 12 лет, потом 10, 4, ну и вот, как я сказал, уже один годик почти нашей дочке. Дочка у нас, мы сначала думали, она будет спокойная, послушная. Оказалась еще та девчонка, как мы ее называем, атаманка. У всех мальчиков тоже разный характер. Коля не по возрасту мудрый и серьезный. Володя – добрый и отзывчивый. А Ваня – настойчивый и иногда неуступчивый. Вся мужская половина семьи занимается спортом. Мальчики ходят в хоккейную школу и посещают бассейн. А старший Николай еще осваивает трюки на самокате. Я катаюсь на самокате трюковом. Я не очень горжусь своими успехами, потому что я знаю людей, которые катаются, ну, скажем, получше меня. Я хочу развивать свой навык, я тренируюсь. Также я с папой начал тренироваться вот здесь, на спортивной площадке, чтобы за лето набрас сил и вырасти. Я занимаюсь хоккеем. Мы в области заняли третье место и нас взяли играть за Россию. Там у меня друзья, интересно. Ну, еще потому что тренер добрый. Так-то я еще увлекаюсь турниками. Я хочу попасть на супернинде «Дети». Сергей и Анна Степушкины живут и воспитывают детей в духе христианских ценностей. Поэтому семья отмечает все большие православные праздники. Ходят в храм. Хорошей традицией для них стало совместное участие в крестных ходах. На досуге родители с детьми любят вместе смотреть и обсуждать фильмы. По возможности Степушкины ездят в гости к родным и близким, чтобы встретиться, отметить праздники, поделиться новостями. За годы совместной жизни у супругов появился свой рецепт семейного счастья. Они мерятся своими делами. То есть я устал, я сделал больше, ты там доделывай. Нет, так делать не нужно. Каждый все равно автоматически обидится. И такой дальше вытекающий дальнейший из этого рецепт. Нужно предугадывать, как помочь супругу, или он мне как помогает. То есть если я с ребенком или с уроками устала, он в это время может приготовить ужин. Нужно предугадывать, как помочь, чем облегчить день, труды. Воспитывать четырех детей непросто, признаются супруги. В трудные минуты им помогают родные. Чтобы перезагрузиться, Анна и Сергей занимаются любимыми хобби. А еще поддерживают друг друга в любом деле, не распределяя обязанностей. Силы у нас в помощи друг другу. То есть мы никогда не делим каких-то обязанностей. Это у нас то, что это ты делаешь, это я делаю. Мы даже больше стараемся каждый сделать больше другого. Чтобы как-то полегче было друг другу. Да, сложно. То есть свободного времени вообще почти нет. Но хорошо помогают родители. Ну, как сказать, я, если бы мне сказали, что-то изменить. Я бы изменил, но еще в большую сторону. Еще бы захотел еще ребеночка. У многодетной семьи много забот, но еще больше счастья. Анна и Сергей радуются, когда дети делают успехи. И когда видят в ребятах плоды своих трудов. Вид из окна первого этажа у Раисы Васильевны выходит на бетонный водозабор с колючей проволокой. Это унылое зрелище для 91-летней женщины решила преобразить ее дочь Евгения. Уже 30 лет она живет в Санкт-Петербурге. Там она познакомилась с художником Алланом Альбековым. С ним она поделилась своей задумкой. И уже вскоре художник написал картину специально для осуществления этой идеи. Аллан сказал, что он дарит эту картину моей маме. Это безвозмездный дар, за что мы все ему очень благодарны. Картина. На картине изображена набережная города Герцог-Нови в Черногории. С заливом Котор. Его называют местный Которский залив с яхтами, кораблями. Идею Евгении поддержали саровские художники и детская художественная школа. За работу взялась инициативная творческая группа Антон Климов и Олег Паточка. В течение месяца художники переносили картину Аллана Альбегова на забор. Теперь осталось дополнить ее несколькими деталями и покрыть лаком. А еще предполагается, что картину украсят светодиодами. Есть идея еще подсветить окошки с светодиодами. Здесь рядом дерево с этим забором и там висит небольшая гриллянда, которая днем заряжается от солнца, а вечером она включается и начинает светиться. Мы подобную технологию распространим на окошке, на котором нарисовано на городе. Предварительно в конце июля арт-объект должен быть завершен. Но уже сейчас картина радует глаз и преображает вид из окна не только для Раисы Васильевны, но и соседей. Полюбоваться искусством приходят и другие саровчане. Тут много людей ходит, и эта женщина тоже в том числе. У всех впечатления хорошие. Нам тут даже приносили, дарили шоколадки. В общем, народ так за благодарность воспринимает этот процесс, с интересом наблюдают. Дочь Раисы Васильевны хочет расширить проект и предложить администрации сделать целую галерею пейзажей с видами различных городов, тем самым преобразив пространство и сделав саров еще красивее. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Центральная часть выставки «Нижегородский край. Земля талантов» посвящена золотой хохломе, традиционному известному народному промыслу нашего региона. Здесь представлены разные виды росписи. На примере деревянной ложки можно проследить то, как мастера создают предметы в технике золотой хохломы и узнать, как на самом деле получается золотой цвет росписи. В экспозиции также представлены работы отдельных мастеров народных игрушек и промыслов. Представлены новые промыслы, которые только зарождаются. Промыслы – это такое живое, что называется, существование дела, когда старые уходят в прошлое, но появляются новые, и старые обретают новую жизнь, как, например, вот Чекаловская игрушка, Федосеевская игрушка. И представлен у нас новый промысел – это лукояновская роспись на примере двух очень красивых ярких яблок. На выставке можно посмотреть игрушки в народных костюмах, текстильные куклы, рушники, различные вышивки. Много здесь и авторских игрушек, которые продолжают народные традиции в современном исполнении. Большое место отведено разнообразию русской матрешки – от традиционных школ до современных авторских изделий. В музей отведен специальный интерактивный уголок, где ребята могут рассмотреть народные игрушки, попробовать в них поиграть. В нашем музее есть такая изюминка – это игровая площадка. Мы ее назвали «Игралочка». Каждый раз, с каждой выставкой в этой зоне появляются новые игрушки, связанные с экспозицией. На этой площадке дети могут поиграть, раскрутить, посмотреть, собрать, вспомнить или, может быть, узнать, как работают игрушки. То есть это зона, зона познания, игровая зона. Дети ее очень любят. И, что нам очень приятно, часто приходят не только посмотреть экспозицию, а именно поиграть. Выставка «Нижегородский край. Земля талантов» составлена из экспонатов фондов городского музея и частных собраний. Прикоснуться к народному творчеству можно до конца сентября, без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Конструирование электроприборов, эксперименты с водой и интерактивные игры как способ изучения окружающего мира. В детской библиотеке имени Пушкина начали работу новые развивающие площадки. Очередная неделя посвящена законам окружающей среды. Юные гости библиотеки смогли попробовать себя в сборке электрических цепей, изучить новые игровые объекты и увидеть воду под микроскопом. У нас сейчас проходит целая серия экспериментальных творческих площадок. Ребята пробуют, узнают на практике самые разные области, то есть получают самые разные знания. В центральном корпусе библиотеки юные читатели участвовали в играх с электрическим конструктором. Первая наша площадка была настроена на электрические чудеса. Ведь электроэнергия окружает нас повсюду. Ребята привыкли включать телевизор, смотреть ноутбук, разговаривать по телефону, и при этом они не догадываются, откуда появляется электричество. В рамках этой площадки дети смогли собрать действующую модель радио, сигнализации и вертолета. Также гостей библиотеки пригласили принять участие в играх с интерактивным полом и песочницей, которые помогают в объяснении законов природы и положительно влияют на координацию. Эти площадки как раз помогают нашим детям в комфортной, интересной обстановке узнавать много нового и интересного. В филиале номер два тоже работала игровая площадка. Вместе с сотрудниками библиотеки дети самостоятельно провели эксперименты и изучили свойства воды. Саровская вода это наш бренд, и мы решили посвятить отдельные, даже две площадки по этому направлению у нас работают. Ребята пробуют воду и на вкус, и сравнивают Саровскую воду с другими, с водой из других регионов России, и проводят различные эксперименты с водой. Неделя изучения окружающей среды проходит в рамках проекта «Это твой город, это мой город». Мастер-классы, игры и встречи знакомят юных гостей в детской библиотеке с разными профессиями, науками и сферами общественной жизни. В течение следующих недель в детской библиотеке пройдут встречи с врачами скорой помощи и сотрудниками сферы благоустройства. Анна Розуваева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Как помочь любимому питомцу перенести жаркое лето? От зноя страдают не только домашние четвероногие друзья, но и животные на улице. Если вы увидели на жаре бездомных животных, вы можете вынести им миски с водой. То же самое относится и к домашним питомцам. Необходимо соблюдать питьевой режим. То есть, это может быть миска в привычном месте, где она стоит, и также в том месте, где котик предпочитает чаще всего отдыхать. Воду мы меняем несколько раз в день, хотя бы утром и вечером. Миски обязательно моем. Чем больше у кота шерсти, тем сложнее ему переносить жару. Желательно вычесывать питомца хотя бы раз в два дня. Это способствует терморегуляции тела животного. Не стоит пугаться, если животное отказывается от еды в течение 8-15 часов. В такую жару кошки едят гораздо меньше, поэтому суточную норму употребления корма можно сократить. Если животное вы кормите влажным кормом, то можно, например, разделить порцию пополам, давать вечером и с утра. Обязательно не оставляем влажный корм в миске, то есть смотрим, чтобы животное его съело, поскольку в такую жару он очень быстро портится и это тоже может спровоцировать отравление у животного. Поэтому обязательно либо животное доедает, либо убираем в холодильник. Можно перенести домик кота в затемненное место. Темная ванная отлично подойдет. Животному будет гораздо комфортнее, чем на солнечном свете. Кондиционеры и вентиляторы помогают кошкам так же, как и людям. Но необходимо знать меру. Чрезмерное использование может привести к тому, что питомец заболеет. Кроме того, существуют специальные коврики, которые помогают животному в жару. Они содержатся внутри специальный гель, который при нагревании тела животного начинает как раз таки охлаждаться. За счет этого сам коврик остается прохладным, котикам будет комфортно. Кроме того, можно протирать прохладной водой и носик, лапки, и животик. Тоже им это будет помогать. Вялость, апатия, отказ от еды и воды, учащенное сердцебиение, частое дыхание, высунутый язык и расширенные зрачки. Все это может быть признаком теплового удара. Необходимо отнести животное в темное место и обернуть в полотенце, смоченное в прохладной воде. Поставить вентилятор. Ни в коем случае нельзя поить питомца холодной водой. Она должна быть прохладная. Если признаки теплового удара не проходят, обращайтесь к ветеринару. Следуйте этим простым правилам и вы поможете своим питомцам пережить жаркое лето. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Вечером 2 июля на улице Семашка едва не задавили 14-летнюю девушку на механическом самокате. Все случилось на въезде во двор около дома номер 4. 60-летний водитель авто отделался легким испугом. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесное повреждение после осмотра врачом отпущено домой. Всего на прошедшей неделе было зафиксировано 181 административное правонарушение. Сотрудники госавтоинспекции задержали троих пьяных водителей и четырех водителей без прав. 9 человек были оштрафованы за неправильную тонировку стекол. За неделю произошло 6 ДТП с материальным ущербом. Одно из них произошло 7 июля в 9 часов 30 минут в гаражном кооперативе номер 1 блоке номер 4 неизвестный водитель управляя автомобилем Chevrolet Niva совершил наезд на препятствие гараж. После ДТП участник скрылся. Один раз были нарушены правила перевозки людей. Дважды правила переезда через железную дорогу. Кроме того летом участились в случае ДТП с участием мототранспорта. В связи с этим обращаемся к водителям мототранспортных средств и автомобилей чтобы были предельно внимательны за рулем. Водителям автомобилей следует регулярно смотреть на зеркала заднего вида и желательно чтобы у вас было приоткрытое стекло чтобы услышать как приближается данное транспортное средство. А в конце июля сотрудники ГАИ проведут информационно-профилактическое мероприятие под названием «Лето – это маленькая жизнь». Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов Служба новостей «Саров-24». Редактор субтитров А.Семкин